Мы продолжаем 2019 юбилейный год для Подмосковья, отмечаем 90-летие образования области. Что можно сказать по этому поводу? Ведь кажется, что о Подмосковье известно уже все, и белых пятен в этом регионе уже совсем не осталось. Однако кое-какие интересные факты все-таки есть, и их собрали наши корреспонденты. Это кадры знаменитого космодрома Байконур. Он расположен в Казахстане, а вот административно приписан к Московской области, а точнее к Одинцовскому району. Таковы условия аренды этого космодрома. Согласно договору Российской Федерации, ежегодно перечисляет Казахстану 115 миллионов долларов. При этом жители города Байконур участвуют в муниципальных выборах Московской области, а охраной правопорядкой здесь занимается подмосковная полиция. Московская область – далеко не самый крупный по площади регион, однако на ней легко умещается Дания. В Подмосковье проживает 7,5 миллионов человек, ровно столько же, как в Гонконге или Болгарии. А знаете ли вы, что когда-то территория Московской области была дном мирового океана? Об этом свидетельствуют многочисленные коллекции древних окаменелостей, двухстворчатых раковин, триболитов или кораллов. Кроме того, здесь находили останки зубов древних рыб и морских рептилий. Есть в Подмосковье собственная песчаная пустыня. Она расположилась в Волоколамском районе, недалеко от деревни Сычево, и это один из самых больших действующих карьеров во всем регионе. Богата Подмосковья своими археологическими раскопками. Немало исторических артефактов найдено в Одинцовском районе. Когда-то эти места обжили Вятичи – крупное языческое племя. Они хоронили своих соплеменников со всеми почестями, в дорогой одежде, с оружием и драгоценностями. Могилы обустраивали на границах леса, а сверху насыпали курганы, искусственные холмы. Археологические раскопки продолжаются и по сей день. Подмосковье – регион высоких и длинных заборов. По народной карте Яндекса подсчитали, их совокупная длина достигает более 2000 километров, а точнее 2200. Второе место у Москвы. Общая длина столичных ограждений – 2066 километров.